Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодняшнее воскресенье, как вы знаете, называется Неделя Правоцов. Это примерно за две недели до наступления праздника Рождества Христова, который уже вскоре будет, и посвящается воспоминанию духовных притеч Господа Иисуса Христа, праведников Ветхого Завета. Начиная с Авеля, Еноха, Ноя, Авраама. И вот Аврааму было дано уже такое более определенное провозвестие. Те праведники жили просто доверием Богу. Тропарь сегодняшнего праздника начинается как раз словами «Верую оправдал правоцов». «Верую». Это не просто вера в то, что Бог есть, а доверие Богу. Доверие тому пути, по которым Он ведет мироздание. И это доверие выражается в том, что впервые именно вот в Библии, в Ветхом Завете, начиная с Авраама и последующих пороков, было открыто, что мир – это не такой замкнутый цикл, как полагали язычники. Вот мир создался, восходит какая-то кульминация, потом разлагается, войны, 50-е, исчезает, потоп, все, и снова все начинается. Вот такие циклы. И это представление циклей было разорвано Библией, что есть у мира будущее, определенная цель. И об этом, наверное, говорит вся Библия, и заканчивается это последними главами апокалипсиса. Новое небо, новая земля, о которой будет царствовать правда. Бог отрвет всякую слезу, когда ягненок будет лежать рядом со львом, и дитя будет играть у норы змея, когда перекуют мечи на орала, то есть на плуге. И притча, которую Господь рассказывает о званых на вечерю, чтобы и так лучше понять, важно представить ту обстановку, в которой Господь эту притчу рассказывает в этой главе Евангелия от Луки. Рассказывается о том, что Господь был приглашен одним фарисеем к себе в дом на трапезу, и там были такие, видимо, важные разговоры. В частности, Евангелист нам передает о том, что Господь говорил, что чтобы не стремились занять первое место, чтобы когда устраиваешь пир какой-то, не зови друзей своих, которые тебе могут также отдать приглашение к себе на пир, а зови больных, нищих, убогих, которые тебе ничего не могут воздать, никакой благодарности. И будет тебе воздаяние воскрешения праведных. И вот этот разговор, поиграя, какая была обстановка прекрасная, как радость вообще общения людей за хорошей трапезой, за приятным разговором. Так что один из фарисеев, как бы стремясь поделиться этим внутренним чувством радости, говорит Господу, что вот блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. И Господь на это и рассказывает эту притчу о том, что да, один человек устраивал прекрасный ужин и позвал своих знакомых, друзей, сказал, рабусь ему, иди, скажи им, что уже все готово, приходите. И начали все один за другим отказываться. Ну, да, вроде такие благчестивые, так сказать, причины. Пять пар валов купил, надо их попробовать испытать, землю купил, надо их посмотреть. Другой вовсе женился, ну что ж тут говорить. Женился, не может прийти. Вот, и тогда Господин говорит рабу, иди по улицам зови хромых, убогих, них, нищих и так далее. Кто этот раб? Это, конечно, сам Господь Иисус, который принял образ раба, став подобным нам человеком. Во всем подобном, кроме греха. Его посылает Господь к своему народу, который Он первую открыл, и в которых были вот эти духовные притечи Господа Иисуса, пророки, другие, другие, которые говорили, и в Псалмах Давид говорил о пришествии Мессии. Ну, это было так туманно, но вот Он пришел. Люди ожидали могущества Царя, а Он пришел, как простой человек, но говорил истины очень важные, необычайно возвышенные. Во многом христианские ценности совпадают с ценностями других мировых религий, ислама, конфуцианства, буддизма, добрые отношения друг к другу, но только в христианстве. Любите враги ваши. Не побеждайте зло добром. Вот это только в христианстве. Как и Господь говорит, заповедь новую даю вам, какая же она новая. Любите друг друга, как Я возлюбил вас. То есть до самого пожертвования. И вот нам напоминается об этом призвание, о том, чтобы проходили через зло и не строили этого мира, понимая вот это будущее, новое небо, новая земля. Чтобы мы действительно не просто осуждали зло, вот говорили, зло проклинали, пятое, десятое, но чтобы видеть зло и обличать, говорить, как плохо, это плохо, это плохо, все плохо, ума большого не надо. Но Господь нас призывает к другому, чтобы мы внесили добро в этот мир. И тогда мы действительно достойно сможем встретить Господа Иисуса, Христос родиться еще и еще раз в нашем сердце. И поэтому именно вот апостольское чтение нам и говорит о том, что Господь ожидает от нас через эту веру и доверие Господу Иисусу, когда Он говорит о том, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть, и долуслужение. Главная проблема нашей страны вот эта коррупция, не только нашей страны, и всего мира, это и есть любостяжание, когда всем поравить деньги, когда ради денег и войны, агрессии и прочее, прочее учиняются. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, и облекитесь в нового человека, который обновляется в познание по образу создавшего его. И так облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудре, кротость, долготерпение, всесходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, так и Христов простил вас, так и вы. Аминь.